ну что ребят покидаем эту зону сейчас пойду сяду на свой синий автобус доеду до площади конституции с не ошибаюсь она у них парламент находится оттуда пойдем музей нумизматики еще там какой-то музей рядом находится музей кинематографа потом мы сходим в инакий музей музей войны зайдем ботанический сад короче у нас еще с вами программы часа на 3 на 4 вы столько как вы погуляли по городу по греческому древнему вы можете выйти опять город и здесь покушать послушать музыку прогуляться по рядам а мы сейчас вот продвигаемся к площади чтобы сесть на наш автобус покушать стоит примерно как в любом кафе салаты от 6 евро супа от 7 и мясные от 10 евро ну и так далее санта разговаривают по-русски иногда видите все стоит в пробках сейчас поэтому очень большой вопрос на чем лучше добираться на нашем автобусе или опять прыгнуть в метро и добраться на метро поеду я наверно на метро 5 здесь вот видите всякие антикварные штуки вы можете купить а чего здесь только нету И вот такие строения здесь тоже есть. Их много. Я направляюсь в сторону площади Амония. И здесь у нас торговая улица, магазины, торговые центры. Там у нас впереди будет брендовая одежда, торговый центр. Решил прогуляться, показать вам. Ну, смотрите, тут все. Начиная от саморезов, электроинструментов, обуви, чемоданов, лук и так далее. Автобус наш синий, который нас должен был везти. Может и зря мы на него не сели. А вот смотрите, как Регано выглядит в виде растения. Видите, такой веник. Ну и мы вышли опять с вами к торговому, к торговым рядам. Мы вчера с вами здесь были. Я вам снимал уже здесь все. Рыбный рынок, мясной рынок, овощной рынок, вон там антиквариата рынок. Здесь, короче, вы можете купить все. Что есть в Греции. И даже того, чего здесь нет. Давайте попробуем срезать по дворам, чтобы пройти быстрее к нашему музею нумизматики и к Афинскому музею национальному. Пройдем через мясные ряды. И там должен быть такой куда-то поворот налево. Посмотрим, есть ли он. Вот мы и выскочили. Сейчас проворнем направо и будем продвигаться к нашему музею. В этом мэрия. Если я не ошибаюсь, а я, по-моему, не ошибаюсь. Это мэрия города. И здесь такая пешеходная улица классная с зелеными растениями в тени, поэтому можете здесь спокойно прогуляться. И мы дальше идем туда. Это был... Я ошибся. Мэрия с другой стороны находится. А это у нас национальный банк Греции. Какой-то палаточный городок. Бастуют против чего-то. Главное, чтобы завтра метро не забастовало. А то останемся мы без вылета. Мы здесь с вами вчера уже были. Тут еще раз. Гуляем кругами. Это у нас университет Афин. А это библиотека. Ну, попробую зайти. Я не знаю, можно туда заходить, нельзя туда заходить. И здесь вот еще какое-то здание. Уже не помню, что это. Зашел, спросил охранника, что это. Он сказал, что это административное здание. Ну, где занимаются, соответственно, обучением, судя по всему. Смотрите, какое оно величественное. Как круто. Это Афины. А это, возможно, Гермесу. Хотя я не знаю. И у нас, смотрите, Зевс. Мрамор. Пуцово-то. Инфрустация. Статуи. Очень красиво. Ребята, обязательно посетите, посмотрите. Окунитесь, почувствуйте атмосферу Греции. Ребята, опять все напутал. Это греческая академия наук. Дальше университет. И дальше библиотека находится. Вот смотрите. Это академия наук. Там вот то, что мы смотрели здание. Это университет. И вот библиотека. Библиотека. Университет. Академия наук. Вот он наш музей нумизматики. Давайте проверим, как будет сегодня вход. Бесплатно, платно. В таком уютном дворике. Тут зелени много. Кафе есть. Судя по всему, по этой лестнице подниматься не надо. Вход где-то в другом месте. Или уже закрыт музей. Судя по всему, музей закрыт уже. Поэтому мы в него не попадем, к сожалению. А, может, вот вход. Короче, все. Музей закрыт. Он, по-моему, до трех сегодня работал. Сегодня день музеев для музея нумизматики закончился. Интересно, у остальных, в которые я пойду, то же самое будет. Ну, кто же знал. Да, надо было идти к музеям первым делом, а потом уже посещать открытые музеи. Мы идем в музей Бинани. Надеюсь, он не закрыт. И в музей войны. И потом еще в ботанический сад попробуем зайти. Вот мы вышли на какую-то площадь зеленую, так он называется, сквер. Такой зеленый парк раскинулся. Апельсины растут. Или мандарины. Музей Бинаки должен быть вот здесь, снизу. Вот это вот здание, судя по всему. Так, расписание. С 10 до 18. Отлично. Должно работать еще. На музее нумизматики даже расписания не было. Ну, вот мы с вами в музее. Здесь картины, скульптуры. Полный билет стоит 9 евро. Здесь мы видим то же самое. Гончарные изделия. Во втором зале то же самое. Наконечник Коби. Вот уже интереснее украшение золота. Красивое. Круто, да? Хотя вот кольца. Там, блин, драгоценные камни, судя по всему. Круто, да? Ну, не знаю, правильно, неправильно понял. Типа это 500 век до нашей эры украшения какие-то. 500 год до нашей эры. Здесь несколько залов. Тоже третий зал. Ну, конечно, самое интересное это украшение посмотреть. Смотрите, какая красота, да? Что здесь не маленький музей. Так, ну, знаете, с виду, кажется, маленькое здание на самом деле. Шлем. Какая-то голова маленькая. –. –. –. –. –. –. Ребята, ну я думаю, концепцию вы поняли. Поэтому, если вам нравится, пожалуйста, приходите сюда и смотрите. Это уже христианская эпоха. Иконы, кресты. Иконы. 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 Это второй этаж. О, тут одежда что-то другое. Ткацкий станок, украшения. На самом верху здесь панорамный ресторан, можно выпить чашечку кофе, чая, сока. Парламент, казарма, где тренируют солдат, которые стоят на плацу здесь, мы вчера смотрели с вами, и музей войны где-то вон там, вот пойдем туда сейчас. А вон у нас арена наша, стадион. И последний этаж, это у нас картины. Друзья, еще важный момент по музею Бинани, чтобы вы знали, здесь есть QR-коды, здесь есть бесплатный интернет, вы подключаетесь, подходите, сканируете QR-код, открываете страничку в интернете, выбираете русский язык и слушаете информацию о экспонате. Поэтому, вот смотрите, я сейчас покажу вам. Ну смотрите, у меня программа есть QR-код, сканировать, вот наш QR-код. Берем, наводим. Есть. Открыть ссылку. Ссылка открывается, язык русский, пожалуйста. И слушаем. Вот так вот все. Фотография, смотрите. Ребят, мне лично понравился музей, с учетом того, что здесь все можно послушать на русском языке, вообще круто. Подходишь, сфоткал, зашел, включил, прослушал историю и все знаешь. Здесь реально, чтобы все посмотреть в сутки, минимум вам надо, чтобы вот полазить по всем экспонатам и почитать и разобраться, что к чему. Я рекомендую данный музей вам. Музей войны работает тоже до 17.00. Мы уже опоздали, уже 17 с хвостиком, поэтому не попадем. Ну пойдемте, ботанический сад сходим еще. Вот он находится через дорогу. Он в ход в ботанический парк. Давайте посмотрим схему. Он большой. Вот завтра мы здесь погуляем в тени. Вот вы громадны. Мы в ботаническом парке. Здесь очень много зелени, много разных растений, деревьев и тень. То есть, когда жарко, здесь классно спрятаться в солнце и ходить, и получать удовольствие в тени. Поют птички. Ну, сами слышите. Сейчас немножко покажу, но завтра более подробно разберем. Есть скамеечки. Тут какие-то фонтанчики должны быть, я видел на схеме. Там озеро какое-то. Рядом шумит город, а здесь поют птицы. Ребят, какой здесь запах? Вот тут запах меда какого-то. Идешь, и запахи меняются. Деревья по-разному каждая пахнет. Имеет свой запах. И эти вот свои... Не передать словами. Приезжайте сюда, погуляйте здесь, посмотрите. Друзья, если вам надоело гулять по городу, вы устали, жарко, берите с собой бутерброды, воду, сок. Приходите в парк, садитесь на скамеечку и в тени здесь кушайте, получайте удовольствие. Здесь нет вот этой суеты города, нет вот этого шума, гамма. Немножко только от дороги отойдите там в центр парка. И там уже полная тишина, не слышно ничего. А вот вам скамеечка со столом. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok. И вот он выход. Мы сейчас выйдем возле парламента. И возле станции метро. И поедем домой. Смотрите, какие громадные пальмы здесь на входе. Мы завтра, конечно, еще погуляем здесь. Ну и вот то, что я говорил. Видите, можно прямо так. Метро у нас находится сразу возле парламента. Я перебежал на ту сторону, а у них нету с двух сторон дороги метро. Только с одной. Станция метро Сентигма. И смотрите, здесь тоже музей. То, что я вам говорил, что практически на каждой станции есть вот такие вот зоны, где есть выставленные экспонаты, которые были найдены здесь. Вот здесь, смотрите, здесь мозаику нашли. Пятый век до нашей эры. Трубопровод, судя по всему, глиняный. Смотрите, какой. Вот, пожалуйста. Не думайте, что мы такие умные. Трубопровод уже был придуман. Пятый век нашей эры. А это, я так понимаю, не просто сохранили. Это археологический слой. То есть это просто то, что вот сейчас находится здесь. Видите? Если бы туда дальше углубляться, то там дальше. Вот видите, фундаменты какие-то. А вот и канализация трубопровод. Вот выше еще какая-то канализация. Круто, да? Здесь же арт-выставка какая-то. Прямо. Пожалуйста, заходите, смотрите. Такие сатиристические картинки на тему политики. Англия, Меркель. Ну, видите? Прикольно, да? Я так понимаю, это то, что сейчас ситуация происходит. Это то, что происходит в мире. Ну, ребята молодцы, конечно. Смело. Это на центральной площади, внизу, в метро. Такой вот арт-выставка. Высмеивающая политиков разных стран. Сейчас пик очереди, поэтому лучше купите вы билеты заранее, если планируете метро пользоваться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...